Медитация на чакрах Этот человек может и охарактеризовать свои собственные чакры. Если для вас это представляет интересно, вы можете на YouTube найти это видео. Задайте поиск YouTube Сергея Корнилов. Открыть чакры. Зачем? Для вас это видео может быть интересным. А если вы не знакомы с чакрами, если для вас это что-то загадочное, что-то непонятное, то, что только специалисты могут объяснить или рассказать, то, просмотрев это видео, вы поймете, что вы сами можете разобраться в этом. Итак, сегодня об одном из направлений работы человека с его собственными чакрами. Медитация на чакрах как залог здоровья. На самом деле эта тема довольно хорошо исследана, довольно хорошо рассмотрена общественностью. Многие люди этим занимаются, многие люди этим профессионально занимаются. Вот несколько отзывов прессы о том, что такое медитация на чакрах, что она дает простому обычному человеку, если он начнет заниматься медитацией на чакрах. Известие 18 ноября 2009 года Учен из Университета управления Махариши в Айвове и Медицинского колледжа Висконсина по результатам 9-летнего эксперимента удалось выявить влияние трансцедентальной медитации на степень риска сердечного приступа. В течение 5 лет среди регулярно медитировавших участников опыта было зафиксировано на 47% меньше случаев сердечных приступов, инсультов и смертности по сравнению с контрольной группой. Аргументы и факты 15 января 2009 года Медитация замедляет процесс старения. Это доказали еще 30 лет назад психологи Калифорнийского университета. Они следили за тремя показателями у своих испытуемых. уровнем артериального давления и остротой зрения и слуха. Все показатели были лучше у тех, кто практиковал медитацию. А те, кто медитировал дольше 5 лет, по биологическому возрасту оказались на 10-12 лет моложе своих ровесников. Комсомольская правда. 30 октября 2006 года. По словам президента Американской ассоциации аюрведческой медицины доктора Дейла Чопра, если правильно пользоваться этими методами, то человек может полностью контролировать функции своего организма и всегда оставаться здоровым. Его уверенность основана на недавнем медицинском открытии. В нашем организме есть замечательная внутренняя аптека, содержащая полный комплект лекарств для профилактики и лечения всевозможных заболеваний. А чтобы эти лекарства помогали нашему организму, нужно научиться медицировать. Журнал «Тайм» 4 августа 2003 года. Не только исследование действительно показывает, что медитация повышает иммунитет, но и сканирование мозга наводит на мысль, что перестройка мозга, возможно, уменьшает стресс. Все больше и больше врачей рекомендуют медитацию как способ предотвращения, замедления или, по крайней мере, контролирования течения хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, СПИД, рак и бесплодие. Более того, если вы познакомитесь с трудом немецкого медика-онколога Райка Герда Хаммера, вы сможете убедиться в действенности инструмента, которые сегодня именуются психосоматикой. В конце прошлого века, в начале 80-х, доктор Хаммер открыл 5 биологических законов, объясняющих причины, ход развития и процесс естественного исцеления от заболеваний, основанных на универсальных биологических принципах. Согласно этим биологическим законам, заболевания не являются, как полагалось ранее, результатом дисфункции или злокачественных процессов в организме, но заболевания являются скорее важным специальным биологической программой СБП, созданными природой для оказания индивиду помощи в период переживания эмоционального и психического дистресса. В 10 тысячах историях болезни доктору Хаммеру удалось документально запротоколировать связь между начальным психическим синдромом стресса и последующим развитием заболевания. Используя свою методику, он изучил, излечил 6 тысяч из 6,5 тысяч больных на последней стадии рака, не считая самого себя. Хаммер опубликовал труд «Новая немецкая медицина». Эта медицина основана на медицинских открытиях, сделанных доктором медицины Хаммером. Этот труд и практика были встречены штыки фармацевтическим лобом. Доктор медицины Райк Герт Хаммер лишился лицензии и места, и вынужден был эмигрировать. Доктор Хаммер. Все так называемые болезни имеют особое биологическое значение. В то время, как мы привыкли приписывать матери природе способность совершать ошибки и имеем наглость утверждать, что она постоянно совершает эти ошибки и становится причиной сбоев злокачественных, бессмысленных, дегенеративных раков возрастания и тому подобное, теперь мы способны видеть, когда шоры спали с наших глаз, что только наши гордыня и невежество представляют собой единственную глупость, которая когда-либо была и есть в этом космосе. Ослепленные мы наложили на себя эту бессмысленную, бездушную и жестокую медицину. При исполнившись удивления, мы, наконец, впервые стали способны понять, что природа содержит порядок. Теперь мы это уже знаем. И что всякое явление в природе исполнено смысла в контексте целостной картины. А то, что мы называем болезнями, это не бессмысленное мытарство, которое пользует подмастерья колдунов. Мы видим, что ничто не является бессмысленным, злокачественным или больным. Автор текста Кэролайн Марглин, доктор философии, воспроизведено с сайта Learning.GNM. Этот труд и практическая деятельность доктора Хаммера были встречами в штыки в фармацевтическом лобби. Доктор медицины Райк Герт Хаммер лишился лицензии и места и вынужден был эмигрировать. Что это означает на простом языке? На языке, понятном любому, не медику, а простому любому человеку. Что означает выводы, которые делает в этой своей работе доктор Хаммер? Это означает, с точки зрения доктора Хаммера, что те медики, которые современными методами пытаются лечить раковых больных, методами дорогостоящими, ужасно дорогостоящими методами для раковых больных, эти методы не направлены на устранение причин заболевания. Доктор Хаммер называет людей, которые занимаются лечением, таким же лечением, которым он в свое время сам занимался, он занимает, называет такой подход неосведомленностью. Естественно, такая реакция, какова реакция медиков на вот это заявление о том, что медики являются неосведомленными? Естественно, злость и ярость. Вы знаете, что один из великих сказал, если ты сердишься, значит ты не прав. Но это был великий человек. Почему? Медики игнорировали это революционное открытие. И только ли это революционное открытие? В книге Дипак Чопра «Нестареющее тело и вечный разум» приведены сведения. Я опубликовал их в интернет-газете по медитации номер 274. Далее я просто зачитаю, процитирую. Ормир Джонсон хотел выяснить, как часто лица, занимающиеся медитацией, обращаются к врачам по сравнению с теми, кто эти упражнения не практикует. Разница оказалась воистину поразительной. Занимающиеся медитацией подвергались амбулаторному лечению реже. В возрасте до 19 лет на 46,8% меньше. В возрасте 19-39 лет на 54,7% меньше. В возрасте после 40 лет на 73,7% меньше. Данные на экране. Это представляется просто поразительным улучшением состояния здоровья. Ведь человек средних лет, занимающийся медитацией, обращался к врачу в среднем в 4 раза реже, чем его среднестатистический ровесник. Примечательным выглядит тот факт, что люди старшего возраста в большей степени выигрывают от таких занятий. Обратившись к специфическим заболеваниям, данное исследование установило, что сердечные приступы и рак, две основные причины смерти в США, оказались значительно ниже нормы. Для занимающихся медитацией они составили на 87,3% меньше госпитализации по поводу сердечных приступов и на 55,4% меньше госпитализации по поводу опухолей различных видов. Ни одна профилактическая методика не отмечает столь значительного сокращения показателя заболеваемости. Если бы какое-нибудь лекарство, снижающее уровень холестерина в крови, привело к 50% сокращению инфарктов, это сообщение появилось бы в заголовках новостей в мировом масштабе. Как вам известно, ничего подобного не произошло. Выше приведенное утверждение вдвойне справедливо по отношению к раку. Любое сокращение показателя заболеваемости этой области считалось бы революцией в медицине. После 50 лет отличного финансированных исследований, средний уровень заболеваемости раком в США остался неизменным, а продолжительность жизни пациентов, у которых был диагности на рак, изменилась незначительно. Чтобы получить достоверные данные, Ормин Джонсон исследовал 600 тысяч случаев, относящихся к одной и той же группе по стандартам страховых компаний. Он проанализировал все случаи обращения к врачу за период с 1980 по 1985 год. С целью убедиться в том, что речь идет не о случайном кратковременном отклонении от среднестатистического показателя. В целом, все, кто занимался медитацией, будь то ребенок, молодой человек или старик, обращались к врачу в два раза реже, чем средний американец. И вновь вопрос. Почему медики проигнорировали? Это революционное открытие. Сразу скажу, однозначного ответа на этот вопрос трудно найти, я не смогу найти. Почему тот или иной медик поступает таким образом? Система. Либо ты работаешь в системе, либо ты вне системы. Один из ответов на этот вопрос дает свое интервью академик Российской Академии Естественных Наук Андрей Маленков. Это интервью опубликовано на главной странице сайта моего, и в любой момент вы можете с ним более подробно ознакомиться. Сейчас я его зачитаю, процитирую. Интервью с академиком Раен Андреем Маленковым. Корреспондент. Андрей Георгиевич. Уже много лет именитые медики говорят о необходимости профилактики. Однако даже самые эффективные методы профилактики оздоровления оказываются невостребованными, никому не нужными. И денег на профилактику всегда не хватает. Хотя всем известно, предупредить болезнь легче, чем вылечить. Что это? Злой умысел? Недомыслие? Маленков. Это закономерность. Цель формирует систему. Цель современного здравоохранения не та, которую декларирует Министерство здравоохранения, а та, которая обеспечивает экономические интересы медиков и производителей лекарств. Лечить. Именно лечить, а не вылечивать хронический больных. Есть огромная фирм, фарминдустрия и армия врачей. Усилия, которые направлены на лечение. Такая ситуация всем выгодна. Человек получает помощь, облегчение страданий, но при этом годами остается покупателем препаратов и услуг медиков. Индустрия процветает. Так происходит во всем мире, не только у нас. Это достаточно откровенная оценка реальной ситуации. Корреспондент. Но ведь ситуация, при которой врач заинтересован в болезни своего пациента, чудовищна. И министр обязан думать о том, как ее изменить. Но у него совсем другая логика. Цитата. «Мнение, что врач заинтересован в пропаганде здорового образа жизни, мягко говоря, ошибочно», говорит Юрий Леонидович Шевченко, министр здравоохранения. «А раз так, приоритет в формуле здоровья правильнее передать людям, служащим эталонам здоровья, прославленным спортсменам, физкультурникам, артистам, деятелям культуры, известным политикам». Конец цитаты министра здравоохранения. «Признаюсь, меня этот вывод поразил. В сущности, министр здравоохранения России публично заявляет, что врачи не заинтересованы в заботе о нашем здоровье». Маленков, это, конечно, печально, но, повторяю, соответствует положению дел на данный момент. Во всем мире медицина в основном лечит больных ксенобиотиками, препаратами на основе химических веществ. Они облегчают боль, убирают явные симптомы недуга, но при этом почти всегда токсичны, вредны для человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, в клиниках Америи каждая четвертая смерть вызвана суммарным действием лекарств. Их применяют вроде бы правильно, но общая нагрузка чужеродных веществ чрезмерна. Организм разрушается. С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на странице адрес, который приведен на экране, и QR-код, также приведен на экране. Итак, я подвожу черту под разделом актуальности процесса медитации для восстановления здоровья, для сохранения здоровья. Причем для восстановления здоровья в ситуациях, в которых современная медицина ничего не может поделать. Доктор Хаммер, вы помните. И следующая часть, следующий раздел это медитация на чакрах. Почему медитация, это процессы, в принципе, это много здесь процессов разных. Медитация, это концентрация. Сосредоточение и концентрация, это разные вещи. То есть концентрация. Концентрация на чакрах. Почему концентрация на чакрах? Ну вот, как восстановить свое здоровье с помощью медитации? Что вы делаете? У вас спросите, то есть, что делать? Непонятно. Некоторые люди занимаются медитацией, ну, как отдыхом, как душевным отдыхом. Отличное средство. Плавать в мечтах, плавать в каких-то мирах. Отличное средство для отдыха. А вот в ситуации, когда конкретный орган дает сбой, конкретный орган требует помощи. Как проводить медитацию? Вот медитация на чакрах, это один из методов, с моей точки, у нас сегодня лучший метод для того, чтобы восстановить своего здоровья. Для того, чтобы сохранить свое здоровье. Несколько слов о состояниях медитации. Вы можете знать, что существует пассивная медитация и существует активная медитация. О пассивной медитации. Классическая пассивная медитация предполагает погружение человека в состояние легкой дремы. Так называемый альфа уровень активности деятельности человеческого мозга. И восстановление с помощью этого состояния душевного равновесия. Что дает ощущение душевного равновесия? Что дает ощущение покоя? В первую очередь, это хороший помощник нашему сознанию в его стремлении противостоять стрессу. Состояние душевного покоя это как глоток свежего воздуха, как глоток живительной силы в условиях повышенной стрессовой опасности. Это как укрытие в период артобстрела. Во-вторых, путем пассивного отрешения и погружения в себя человек способствует активации своего естественного здоровья, активации восстановительных способностей. Результаты, о которых пишутся в приведенных выше цитатах из газет, журналов и книг, есть прямое следствие пассивного медитативного состояния. Состояние активной медитации. Это шаг вперед по сравнению с классической пассивной медитацией. Для активной медитации характерно применение специальных медитативных техник. Исследователи обнаружили, что путем активного применения языков мозга кинестатические, визуальные, слуховые процессы мышления в процессе медитации человек может использовать более высокое энергетическое состояние для улучшения памяти, освоения навыков, изменения нежелательных привычек, улучшения здоровья и восстановления здоровья. Активная медитация позволяет быстрее достучаться до сверхсознания или получить помощь извне для решения проблем, достижения целей, рождения новых идей, для усиления своего духовного роста. В этом смысле активная медитация имеет более высокий коэффициент полезного действия, чем пассивная медитация. Применение специальных техник в состоянии медитации называется активной медитацией. Одной из таких техник является методика активации чакр или метод раскрытия чакр с помощью специальных дисков DVD. Методика активации чакр или метод раскрытия чакр с помощью специальных дисков DVD является на сегодня одним из лучших методов для достижения ваших целей с помощью активной медитации. Аналогов этой методики сегодня в мире нет. Направления вашего движения при использовании методики акциации чакр могут быть разными. Здоровье, персональное развитие, карьера, духовное развитие и другое. Далее, ряд примеров использования методики активации чакр с помощью специальных дисков в одном из вышеперечисленных направлений для восстановления здоровья. При нарушениях в работе седьмой чакры страдает определенная часть мозга, правый глаз. При блокировке энергии в данном центре на физическом уровне могут быть следующие проблемы паркинсонизм, эпилепсия, психическое возбуждение, снижение памяти, болезнь Альцгеймера, неврастения, патологии психической сферы у детей, ночные страхи и испуг, судороги, чрезмерное потение. Сбалансированная работа шестой чакры обеспечивает здоровое состояние головного мозга, глаз, лобных и гайморовых фазов, носа, верхних зубов. Сбалансированная работа пятой чакры обеспечивает здоровое состояние щитовидной и паращитовидной железы, ушей, всех органов, что находятся в гортане, пищевода, трахеи, верхней части бронхов. Баланс функционирования четвертой чакры позволяет избежать депрессивных реакций со стороны нервной системы человека, нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, кровообращения. Баланс функционирования третьей чакры позволяет избавиться от чувства тревоги, от заболеваний желудка, поджелудочной железы, печени, желчного пужря, селезенки, расстройства вегетативной нервной системы. Приведя в равновесие вторую чакру, человек может избавиться от заболеваний яичников и простаты, репродуктивных органов, мочевого пузыря, почек, нормализовать вкусовые ощущения и деятельность центра сексуальной энергии. Знаете ли вы, что приведя в равновесие первую чакру, человек может избавиться от геморроя, запоров, гинекологических заболеваний? Что вам нужно для того, чтобы приступить к этой процедуре, к работе, к медитации на чакрах для сохранения, для восстановления своего здоровья? вы помните, знаете о том, что чакры, они контролируют определенные органы в зоне действия, в которых они находятся. И связь это обратная. С одной стороны, чакра воздействует на орган, с другой стороны, состояние органа указывает, диагностирует, дает представление о потенциале этой чакры. Другими словами, для того, чтобы начать работать, нужно знать состояние ваших чакр, состояние активности, состояние энергетики ваших чакр на сегодняшний момент. Тут есть две, два подхода, две методики. Первое, вы просто посылаете письмо на сайт с просьбой выслать методику диагностирования состояния чакры и бесплатно вам указывается, вам высылается методика, вам высылается ссылка на скачивание этой методики. Вы работаете с бесплатной методикой и в результате у вас создается представление об активности ваших чакр. Ну, привлекательная сторона этого подхода, этого первого процесса диагностики это бесплатность. вот работая с людьми в этом направлении люди диагностируют себя, присылают диаграммы для того, чтобы проконсультироваться как обстоит дело с их чакрами и я обнаружил, что вот у этого метода, хотя метод отличный, с моей точки зрения отличный метод, есть один недостаток. Ну, никуда тут не деться. Диагностика ведется по опросному методу. Человеку задается вопрос и он должен ответить. Искренне, правильно должен ответить. Вот когда не было в современном мире еще томографов, компьютеров, различных сложных систем диагностических, ну, там, 100-200 лет назад, как доктора лечили людей, ну, приходил доктор к человеку и задавал ему вопросы, на которые человек отвечал. И в зависимости от того, как отвечает человек на тот или иной вопрос, у доктора складывалась модель и доктор там строил картину, ставил диагноз. Предполагается, что человек должен отвечать правдиво, если человек там неправду отвечает, если он не осознает свои ощущения и говорит немножко не о том, то, естественно, и диагноз другой. Также и здесь простая система, но основана на опросном методе. Если вы искренне, честно и правильно ответите на вопрос, то картина строится отличная. Были примеры, сравнивали мы диагностику, приведенную по вот этой бесплатной программе с диагностикой приведенной на платных комплексах, ну, различия там, ну, буквально 5-10 процентов. В основном все верно. Но вот недостаткой является то, что вот осознает ли человек некоторые процессы в себе. И вторая методика, каждый может воспользоваться ей, это пройти диагностику. Сейчас во многих областных центрах существует услуга, представляется диагностику состояния чакрежа. И услуга, она, ну, что-то порядка 20 долларов, она стоит, ну, может быть, чуть где-то подороже. Вот два подхода. Первое, что нужно сделать, это оценить энергетику, оценить состояние активности своих чакр. И уже потом, в зависимости от этого, естественно, если одна из чакр у вас там будет завалена, говоря простым языком, очень слабая энергетика, то нужно будет основное внимание уделять работе с этой чакрой. Ну, вот для того, чтобы картина сложилась и у вас, и если вы будете консультироваться со мной, чтобы не было понятно, о чем идет речь, это нужно провести диагностику состояния своих основных энергетических узлов. Семи узлов. В принципе, там есть и более детальный узлов. Семи энергетических узлов. Далее, пара примеров диагностических диаграмм, полученных по бесплатной методике тестирования состояния пятой. С небольшим комментарием. Прислано диаграммы тестирования и письмо. Здравствуйте, Сергей, посоветуйте, пожалуйста, мне относительно моего теста. Все диски ваши по активации и балансировке чакры я получил. На что мне нужно более обратить внимание? Сейчас, в течение месяца, каждый диск по одному разу по очереди прослушаю. Еще занимаюсь с йогой, но физическое состояние какое-то обессиленное. Периодами бывает хорошо, вот сейчас приехала с моря и прямо вся сияла, но хватило всего лишь на два дня и опять схожу никакая. Целью моих занятий является душевное равновесие, гармония, внутренняя и с окружающим миром и, конечно же, физическое здоровье. Часто бывают очень значимые сны и мне кажется, очень развелась интуиция и очень чувствую присутствие ангела-хранителя. Комментарий, ответ. На диаграмме видно, что шестая чакра максимально развита, аджна чакра. Видно, что у вас есть проблемы на физическом плане, хотя при том уровне развития шестой чакры, который отображен на диаграмме, избежать их вы можете легко. Далее автору в личном письме даны персональные рекомендации. Замечание. Сейчас вы стоите на интересном пути, пути расширения канала седьмой чакры, другими словами, на пути упрощения связи с божественной силой, главной из которых создатель. Те периоды возникающего неудовлетворения внутри вас, как правило, есть следствие неудовлетворения, исходящего из вашего духовного плана. из духовной сферы. На диаграмме канал седьмой чакры отображен как светлая точка на фоне развитой шестой чакры. Ваша духовная сущность ощущает тот потенциал низшей шестой чакры, который является опорой для проявления сверхспособности в теле, но не может использовать этот потенциал для полноценного общения в духе. Говоря вот языком тела, аналогия может быть такой. Например, вы хотите дотянуться рукой до цветка или ветки дерева и знаете, что ваши пальцы чутки для того, чтобы ощутить нежное прикосновение к лепесткам цветка. И ваша рука сильна для того, чтобы ощутить упругость ветки дерева. слабость. слабость ограниченность подвижности сустава не позволяет вам сделать ни то, ни другое. Сожаление, жалость и другие чувства могут при этом присутствовать. Это аналогия. В духовном мире другие образы, другие ощущения. И все продолжая аналогию в теле, надо помнить о том, что простое желание не приведет состояние ваших суставов в хорошее подвижное состояние. Их нужно разрабатывать, ведь они могли не действовать длительное время. И в течение всего времени разработки мышцы будут сопротивляться непривычным движениям для суставов. Возвращаясь к процессу активации энергии седьмой чакры, надо помнить о том, что одно простое желание о том, чтобы энергия потока, проходящего через седьмую чакру, возросла, не приведет к возрастанию энергии. Так же, как и сопротивление мышц при разработке суставов, так существует и противодействие процесса раскрытия энергии чакры. И если сопротивление мышц воспринимает человек как обычное, нормальное внутреннее явление, то ситуации противодействия усилению энергетики чакр могут восприниматься людьми как вмешательство сверхъестественных сил. Сил бесов, сатаны, дьявола. Почему? Да просто потому, что так называемые равновесные силы, силы инерции в духовном мире проявляются совсем не так, как проявляются энергетиков в теле человека. И очень часто человек просто не имеет практики взаимодействия с этими силами. Человек очень часто проявление со стороны силы инерции склонен расценивать как вмешательство враждебных сил, но это неверно. Выше приведенная аналогия с сопротивлением мышц процесса разработки составов вполне приемлема для понимания сути процессов происходящих в душе или в духе при попытке изменить вялое течение процессов в душе или духе на более интенсивное если хотите более жизненное течение. Рекомендую тщательно соблюдать рекомендации данные вам лично в письме. Пишите. Письмо. Здравствуйте, Сергей. Пишу свои наблюдения после проведения курса по открытию чакр. Энергии в теле стало значительно больше и ее стало хватать на дополнительные цели. Если раньше приходилось сознательно напрягаться переключаясь с одной чакры в ситуации которая требовала работа одной из чакр на другую то сейчас это происходит легко и гармонично. Раньше мир воспринимался через чакру которая на данный момент работала. Сейчас очень необычное ощущение потому что то что раньше воспринималось частями теперь составляет единое целое и получаются новые впечатления от мира а он оказывается такой интересный если все сразу. Прокомментируйте пожалуйста мой диагноз по чакрам с уважением Юлия. Здравствуйте, Юля. Спасибо за отклик. Это во-первых. Во-вторых, судя по диаграмме вы на верном пути и у вас все получается. Поздравляю. Откровенно говоря, диаграмме можно позавидовать. Не многие могут сказать о том, что такие результаты они достигли после первого цикла тренинга по открытию чакр. Юлия. Юлия сумела ухватить идею преобразования идею запуска процесса открытия чакр. Дело в том, дело это нехитрое, но требует от человека полного погружения в процесс игры. Соблюдение правил. Дальнейшие рекомендации простые. Отрабатывать манипуляции энергетикой чакр до автоматизма. Только после этого жизнь засияет яркими красками. Это как с ребенком, который учится ходить. Согласитесь, что время на приобретение до навык ребенок закорачивает не так уж много. От полугода до года. Зато потом он может стать и отличным танцором, и первоклассным бегуном, и может быть чемпионом мира по спортивной ходьбе. Горизонт открывается потом, после приобретения первых навыков автоматизма. При занятиях по методике активации чакр, смотрите ссылку далее, есть несколько подводных камней. Впрочем, эти препятствия характерны для любых ситуаций саморазвития, самосовершенствования, в любых ситуациях личностного роста. О некоторых напишу сейчас. С полным текстом ответа можно ознакомиться по ссылке, указанной и далее. Методика активации чакр или методика открытия чакр включает в себя набор методических инструкций сейчас на экране и набор специальных дивидей. отзывы и переписку с покупателями можно увидеть на странице адрес, который указан на экране наверху. Внизу также указан QR-код этой страницы. всего вам доброго! Пишите, звоните, поддерживайте свое здоровье в отличном состоянии! в отличном состоянии! Продолжение следует... в отличном состоянии! Продолжение следует... в отличном состоянии! в отличном состоянии!